Пара-пау! Всем привет, меня зовут Ксения и сегодня мы с вами будем пытаться разогнать депозит 104 доллара. То есть достаточно классно. Я за сегодня, в принципе, уже поторговала, показала классные результаты, поторговала с командой, сейчас вам покажу. И вот хочется какого-то такого драйва. Да, у меня сегодня уже был драйв там на несколько тысяч долларов, но тем не менее разгончиков у меня достаточно давно не было. Вообще у меня возникла такая идея, может быть, может быть, хотя я это и не одобряю, записать прям теорию по разгонам минимальных депозитов. То есть раньше я снимала, помню, очень классно даже эти видосики заходили, где я просто рассказывала, что делайте так, 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 так. Вообще даже не показывала, как я торгую, просто такая, надо делать так вот. Что думаете по этому поводу? Если нужно записать серию из видосов, как разгонять минимальные депозиты, напишите об этом в комментариях. Обязательно поставьте лайк этому видео, чтобы я понимала. Потому что, в принципе, рабочие стратегии есть. Но что стоит прям отметить восклицательными знаками, это то, что не занимайтесь разгонами, не занимайтесь всякой подобной фигней, если вы не можете себе позволить слить депозит. Это все очень высоко, рисково. Может повезти, может не повезти. Я не знаю, как сейчас сложится моя торговля. У меня может не получиться. В этом случае я назову громким названием видео «Слила депозит», ко мне придут новые подписчики, я это монетизирую. Либо же я заработаю, у меня получится, мне повезет. Вот, классно разогнать этот депозит. Я опять же выложу видео, ко мне придут люди, я это монетизирую. Если вы гонитесь за кнопкой бабло, то вы точно сейчас находитесь не в том месте. То есть все разгоны, они очень сильно опасны. Если кто-то вам говорит иначе, если кто-то говорит «Я занимаюсь разгонами, вот у тебя так стопудово прям получится разгонять, не соблюдая там правила money management», то эти люди вас обманывают. В общем, ладно, давайте будем переходить уже в компьютер и пытаться заработать, пытаться побаловаться, интересно. Вот так мы примерно сегодня поторговали. То есть у нас было всего две сделки, и во второй сделке у нас и основа, и догон зашли в плюс. Но причем догон был открыт по очень классной теории и стратегии, которую я вам не так давно описывала. Так, в целом всю эту ситуацию знаю, поэтому сразу сходу на 104 доллара я открываюсь на понижение. Так вот, вниз, вниз. И посмотрите, у нас здесь зона сопротивления, цена правда не дошла, но сейчас стремится вот к данной линии. Давайте я вам ее нарисую, чтобы вы примерно понимали, где она находится. Я думаю, что сейчас будет плевочек к этой линии. Все, ждем, просто плевочек. На самом деле, понимать, как движется рынок, не так сложно. Вот сейчас сделка находится в минусе, но я почему-то не переживаю, потому что я знаю, что к тому уровню она должна сходить. Если посмотреть на прошлую ситуацию, то как раз три минуты свободно было, так скажем, у нас. И видеть все эти ситуации очень легко. То есть чуть-чуть опыта, там, чуть-чуть насмотренности, наигранности, так скажем. И все, вам подсознание, типа, ага, так мы уже видели, ага, это мы уже проходили. Но сложнее держать себя в руках. То есть психология нас сливает. Нас сливает не рынок, нас сливает не брокер, нас сливает психология. Даже у меня бывают ситуации, когда я такая, блин, да брокер меня слил, там, специально меня в минус закрыл. Меня, человека, который, в принципе, зарабатывает на бинарках. Человека, который уже варится в этом сколько, я уже сбилась со счета сколько лет. Нет, если семь лет назад я видосы начала снимать, то сколько времени я уже торгую. Даже у меня иногда возникает вот этот вот в тильте. Брокер слил, то-то, то-то. Но все, что вообще стоит понимать, что психология. Ой-ой-ой. Цена у нас оттолкнулась от нашей линии. То есть произошел плевочек, как я и говорила. И мне очень сильно это не нравится. Еще и свеча доджи образовалась. Надо было на минутку, наверное, открываться. Я не хочу, чтобы это видео было снова таким коротким. Так, пока все отлично. Я думаю, что если сейчас эта сделка зайдет в плюс, то нужно будет открываться на повышение. Вот судя по микродвижениям, которые я сейчас наблюдаю, о микродвижениях они очень много прям говорят. Так, опять плевочек до нашей линии. Сразу меняю сумму. Так, 180. Нет. 181. Все верно. 5 минут на повышение. Вот эти вот разгоны, антимартин и так далее, это не совсем трейдинг. Да, у меня есть факторы, которые как бы за такой трейдинг. Потому что у меня, опять же, миллионный раз, говорю, здесь прямо на площадке сейф, который пополняется, а тут я уже вытаскиваю под конкретную какую-то торговлю деньги. Но если я буду снимать серию видосов про разгоны, я про это, конечно же, расскажу. То есть из разрада там, у меня на счету 100 долларов, при этом в сейфе лежат 10 тысяч долларов. И эти 100 долларов как бы для вас это all in. А в принципе для моего депозита, который у меня сейчас вот в площадке находится, это там 0,1 процент, условно. Хотя 100 долларов от 10 тысяч долларов это 1 процент, а не 0,1. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Но здесь остается только молиться. Хотя шансов мало. Вообще вот у скольких людей из вас есть торговая стратегия? Вот просто расскажите, поделитесь, напишите в комментариях. Так, вот это движение мне уже нравится. Кто из вас торгует по стратегии? Какой money management? На основе чего вы открываетесь? Чем вообще пользуетесь при торговле? На каком плюсе тормозите? Расскажите, интересно же. Если вы сейчас напишите о том, что торгуете, у вас никак не получается, то расскажите, по какой стратегии торгуете. Может быть, у меня получится вам что-то подсказать. Да, отлично. Вверх, вверх, вверх. Давай. Я вот сейчас сижу и думаю, сколько плюсов я хочу словить вообще. Изначально у меня в планах было плюсов 5. Потом я думаю 7. Но у меня был такой пара в жизни. Сейчас я вот смотрю на вот этот... Эпилептический припадок. В принципе-то отрабатывает пока что все хорошо, но 2 минуты до конца и с такой волатильностью достаточно все опасненько. Не, ну если сейчас в минус зайдет, то понятное видео закончится, как бы и все. А если в плюс, тогда я думаю тоже видео закончится. Но я продолжу разгон. И чтобы вы такие сидели и думали, а что же будет дальше? Что будет там во второй, в третьей части? Блин, ну бывает же, когда технический анализ отрабатывает. И часто бывает. И прям вот за сегодня сколько я торгую, у меня еще не было ни одного момента, чтобы я прям расстроилась. И такая, трейдинг, это не мое. Хотя иногда бывают такие дни, когда я прям все. У меня нет слов, я расстраиваюсь, просто молчу, смотрю в одну точку и такая, нет, это походу не мое. В покер у меня сейчас тоже так же иногда происходит. То есть бывает, что я играю в турнир, я вылетаю там на какой-нибудь тупой ошибке, все, еду домой, психую. Это не мое. Но покер я когда-нибудь покорю. Надо раскопать, кстати, старые аккаунты и посмотреть, сколько времени у меня ушло на покорение бинарок. Я вот реально не помню, именно по датам, по депозитам. Не, по депозитам сколько слила-то я помню примерно, но я имею в виду много. Но вот именно в какой период времени, какого числа, в каком году я начала прям основательно торговать, потом основательно зарабатывать, этого я не помню. На ваших глазах я увеличила депозит более чем в три раза. И я сейчас продолжу этот разгон, но вы его увидите завтра, вы его увидите в следующей части. То есть не факт, что у меня получится, возможно, это будет слив, как у меня периодически бывает на ва-банках, так скажем. Поэтому я рекомендую вам всем включить уведомления, если вам интересно, чем этот разгон закончится. То есть помним, да, старт у нас был 104 доллара, мы дошли до 320. Дальше у нас будет либо пан, либо пропал. То есть либо получится этот разгон, я не знаю, думаю, 2, 3, 4 плюсика еще. Либо же я все солью первой сделкой. В общем, включайте уведомления, завтра вы это все узнаете. А я желаю вам хорошего настроения, огромного профита. Всем пока!